Закончили, где бы вы их не закончили. Вот только тогда, когда вы начнёте преподавать, вы поймёте, что такое йога. Сколько бы вы книг не прочитали, сколько бы вы там семинаров не получили, посетили, сколько бы вы там в Индии гуру-дакши не получили от каких-то учителей. Это всё внешнее. Невозможно тянуть человека, если сам он не хочет прикладывать усилия. А вот когда человек начинает преподавать, возникает очень любопытный момент. Ты как бы одеваешь определённую маску, ну в хорошем смысле этого слова, и ты с этой маской уже начинаешь созидать другое. Возможно, не все знают, что шоколадка, когда она съедается, то выход — это нездоровый эмоциональный фон через некоторое время. То есть сначала эйфория проходит, а потом приходит в гости обратная сторона этой эйфории, то есть тяжесть. В зависимости от йоги, ну слушайте, это только благо. Но я надеюсь, я уже откладываю на полгода, на полгода, на полгода. Я надеюсь, этой осенью я опять вернусь к хатха-йоге и буду преподавать хатху. Мало кто, выбирая какую-то одну традицию, на ней остаётся навсегда. Это исключение. И я максимально уважаю таких людей. Честно, нравится, как некоторые ребята профильно, конкретно занимаются. Вот просто нравится, они молодцы. Владельцы сертификатов от Парампоры, они не понимают, что на самом деле это бумажка. То есть сама Парампора с твоими тараканами ничего не сделает. Честно вам скажу, вот ваша нога за головой меня не интересует совершенно. В этом нет на самом деле суть. Или там ваши прекрасные шпагаты. Я понимаю, сейчас многие даже из наших преподавателей на меня криво, косо посмотрят, мягко говоря. Но я ещё раз повторю, это моя позиция. Мы за гармоничное развитие. То есть не нужно только физо заниматься, нужно ещё заниматься и своим внутренним миром, своей энергией. Кто-то подключился совершенно случайно. И он слышит такую фразу. «Пока вы не станете тем, кем вы были до своего рождения». Он подумает, ну вообще, вот этот сумасшедший. Бесплатное не ценится. Люди, которые получают вот прям всё совсем бесплатно, они не будут это ценить. Все эти деньги, которые появляются в ваших руках, это люди вам доверили их поддержать. А вот то, как вы ими распорядитесь, будет зависеть уже, как у вас в будущих жизнях будут складываться условия, в каких условиях вы перевоплотитесь и как вы будете вообще жить. Ум, друзья, приветствуем вас. Сегодня у нас очень важная встреча. Встреча с Андреем Верба, с основателем и с ведущим преподавателем клуба «Умру». Ум, Саша, добрый день. Очень рада, что вы к нам пришли. Сегодня поговорим о курсе, который начнётся уже 2 октября. Курс для преподавателей йоги. Я пыталась посчитать, какой это будет поток, но у меня не получилось. Наверное, уже за десятый или за пятнадцатый перевалило. Так как вы уже много лет организуете и проводите курсы преподавателей, уже накопили много опыта, видели разные варианты развития событий. Что бы вы выделили как основу успешного курса для преподавателей йоги, именно для преподавателей? И как в клубе реализуются эти принципы успешного пути преподавателя? Саша, благодарю за вопрос. Дело в том, что если, ну как будут говорить, вы говорите «успешный» и «неуспешный». А знаете, о чём опыт говорит? Что на самом деле, когда даже самый трэш какой-то происходит, на самом деле это очень круто. Почему? Потому что, понимаете, если смотреть не на какой-то локальный курс или какой-то год, или какое-то событие, а посмотреть в перспективе, то есть посмотреть, какие последствия будут для будущего, то статистика говорит, все события, даже негативные, которые проявляются, они проявляются не просто так. И мы стараемся и так год от года улучшать уровень подготовки наших преподавателей по одной простой причине. Потому что на определённом этапе мне надоело проводить курсы, которые выпускают квалифицированных преподавателей. Я понял, что это бессмысленно. Таких курсов очень много, и я думаю, что они выполняют очень важную функцию в этом мире. Потому что сама подготовка преподавателя, она, честно вам скажу, второстепенная. Важно, какой потенциал у человека был в прошлых жизнях. Я, возможно, слишком оригинальные вещи говорю для тех, кто не задумывается о том, что есть реинкарнации и всё такое. Но ещё раз повторюсь, если мы смотрим на то, кто из преподавателей останется на пути и саморазвития, и преподавания через 10 лет, то знания, которые он получит на любых курсах, они второстепенны. Очень часто сталкиваюсь с такой ситуацией, когда ребята прошли одни курсы, вторые курсы, третьи курсы. Да, у них уже объём знаний большой, но не хватает вот этого эмпирического понимания, какие знания, когда, кому и как давать или как применять. И, соответственно, наши курсы, наверное, отличаются тем, или мои лекции, по крайней мере, на этом курсе, что я пытаюсь людям рассказывать о определённых сущностных вещах, которые им помогут удержаться на этом пути как можно дольше в этой жизни. Ну, наверное, моя миссия, она именно в этом заключается. Благодарю, Андрей. Да, вот это интересный момент, что многие люди, которые знакомы с клубом, они приходят в йогу, а затем приходят и на преподавательские курсы, именно благодаря вашей деятельности, вашим лекциям, вашей личности. И самое интересное, что часто на курсе преподавателей они слышат от вас, что для получения сертификата, диплома, вот этого бумажного документа, им даже не обязательно слушать ваши лекции, потому что вы говорите о других вещах, которые всё-таки выходят за рамки и какого-то сертификата 200 часов или 500 часов сейчас это модно предъявлять. Ну, Саша, на самом деле не совсем это корректная трактовка, потому что если рассматривать лекции по ведической культуре, которые я читаю, там всё-таки в экзамене есть один вопрос по этим темам. Но действительно все другие лекции, которые я читаю, они к экзамену не имеют никакого отношения. Почему? Потому что у нас государственное обучение получается. То есть мы делаем переподготовку и выдаём дипломы, которые на основании лицензии от Министерства образования Москвы. Поэтому мы вынуждены придерживаться определённой структуры, которая необходима по нормам. А получается, мои лекции, они как факультативные. Но если посмотреть по сути, то я говорю в основном на этих лекциях о событиях, которые помогут кому-то чуть более эффективно прожить свою преподавательскую жизнь, успеть больше сделать. С этой точки зрения мы большую поддержку оказываем ребятам в регионах, потому что я очень хорошо знаю, как в регионах выживать приходится. Это не Москва, где огромное количество клубов и не захотел, не получилось в одном преподавать, ты можешь переместиться в другой клуб и там преподавать. А в регионах всё с этим намного сложнее. И поэтому мы стараемся поддерживать такие регионы. Надеюсь, это до некоторой степени успешно. Наверняка вы помните нашу последнюю поездку на Кавказ, где приехало порядка 70 человек из разных стран, регионов России, я имею в виду. И видно, что для ребят это сущностное такое мероприятие. Вот видно, как они общаются, как горят глаза к общению с единомышленниками. Но вы правильно сказали, что мои лекции к экзамену имеют косвенное отношение. Но они имеют отношение к выживаемости на пути преподавателя. — Благодарю, Андрей. И вот вы тоже затронули тот момент, что у нас есть и поддержка выпускников, тех студентов, которые проходят курс. Мы стараемся им максимальное пространство создавать для общения, для встреч. И ребята приезжают действительно не из России только, из других стран. Вот я бы хотела вам такой вопрос задать насчёт йоги в России и за рубежом. У вас есть не только опыт общения с зарубежными преподавателями, йогами, но и опыт прохождения курсов, которые там организуют для преподавателей. Как бы вы, могли бы вы их сравнить вообще, курсы за рубежом и в России, в том числе в клубе ОМРУ? И какое будущее у йоги в России, на ваш взгляд, отличается ли оно от будущего за рубежом, ну и у преподавателей йоги, которые будут это развивать? Саша, я бы не хотел давать каких-то оценок, потому что, ну понятно, что у меня оценка будет с моей точки зрения объективная, но кому-то она может, мягко говоря, не понравиться. И поэтому мы в клубе постарались сделать курсы по наполнению и по акцентам совсем другие. Если, допустим, рассматривать какие-то индийские линии, где тоже готовят преподавателей, там акцент это на учителя, гуру, его передачи какие-то, и они таким образом пытаются выстроить определенный микроклимат в коллективе, ну и, соответственно, таким образом они дальше двигают. Это их традиция и имеют право так делать. Если рассмотреть какие-то западные школы, которые, ну тоже довольно активно продвигают, нужно учесть, что аудитория в западных странах, не важно, это Европа, Америка или Латинская Америка, Латинская Америка или Северная Америка, не столь важно, практически везде акцент делается на физо, потому что люди буквально боятся копать глубже, ну потому что накоплена статистика. Я очень хорошо помню один разговор с одним очень известным, не просто преподавателем йоги, он человек, который лет 30, наверное, тоже больше, я думаю, лет 40, наверное, с 80-х годов тоже двигается и сам на пути саморазвития, и преподает, и до сих пор активно преподает, ну или преподавал до последних лет, ему там, наверное, уже под 80 лет, поэтому он постепенно как бы передает свои темы, которые вел когда-то. И мы с ним как-то разговаривались на предмет, вот какие трудности бывают на пути и почему они вообще возникают. Я говорю, ну вот через три года у людей чаще всего, у начинающих преподавателей возникают сложности практически со самим собой, со своим умом. Он рассмеялся и говорит, ну а как иначе? То есть люди пытаются использовать техники йоги, и что думают, что из них ничего не будет выходить на поверхность, это невозможно. И зная это, боясь, чтобы такое не происходило, то акцент только на физо. То есть вот мы вам даем физические упражнения, мы разговариваем о здоровье, но внутрь, ну как бы лучше не ходить. А если вы туда пойдете, то это будет на свой страх и риск. Ну то есть вот я привел два примера. Первый — это индийское углубление внутрь себя и попытка двигаться именно через внутренний мир. Это одна крайность, с моей точки зрения. Потому что люди, которые двигаются под руководством самого даже именитого гуру, они на определенном этапе перестают сами думать головой и полагаются только на рекомендации учителя. И тогда развитие, оно тоже, мягко говоря, останавливается. Конечно, я, возможно, беру какие-то крайние примеры, но чаще всего крайние примеры, они и бросаются в глаза. Другая часть — это западная так называемая йога, где, наоборот, к моему большому сожалению, только афизо. Афизо, которое приводит к побочным эффектам определенным, развивается энергия, а мировоззрение пока не готово этой энергией обладать и контролировать. И возникают, мягко говоря, тоже не совсем хорошие вещи. И что делать? Ну вот мы пытаемся в клубе, и не только мы. Я знаю, в России есть еще несколько ребят толковых, которые пытаются смотреть в суть йоги, в суть проблем и находить эту золотую середину между фанатизмом каких-то там поклонений по отношению к кому-то и чистой физухи, когда не думают о последствиях, не думают о том, как они принимают пищу, какую пищу они принимают. Это да, это странности и крайности, к сожалению, бывают. Андрей, а можно сказать, что Россия вот как-то где-то на этой серединке и пытается двигаться в направлении йоги сейчас? Я надеюсь, я надеюсь, Саша, что мы находимся посередине. Время только покажет. По крайней мере, вот за те последние 10 лет, которые активно продвигаем уже йогу и преподаем, мы проводим преподавательские курсы, для меня до некоторой степени очевидно, что есть рост, есть прогресс у людей, то есть у преподавателей. Да, конечно, есть какие-то побочные эффекты, когда люди не могут контролировать свой ум, то есть и это довольно сложно, наверное. Я их хорошо понимаю. Но в большинстве своём довольно удачно у большинства получается развиваться. Я считаю, что это до некоторой степени достойно. Позитивно. Андрей, у нас тут пошли вопросы уже активно от слушателей. И вот я задам вопрос, который прямо продолжает тему нашего примера о том, что на Западе слишком сильно упорно физику делается. Вопрос звучит так. Насколько гибкость тела связана с гибкостью сознания? На Западе развивают физо, но тело есть отражение сознания. Ваше мнение? Ну, то есть, если гибкое тело, обязательно ли гибкий ум и сознание, да? Совсем нет, но очень хороший пример — это школы гимнастики или школы балета, где с гибкостью многим йогам до их гибкости, ну, очень далеко, мягко говоря, но это совершенно не значит, что там происходит работа с умом. Это немножко другое. То есть нельзя делать акцент на то, что если гибкое тело, то с умом всё будет хорошо. Совсем нет. Но в то же самое время закрепощённое тело тоже влияет и на определённую консервативность ума влияет. Есть как бы градации определённые, но я думаю, что в целом нельзя проводить параллели, что одно с другим связано. Наверное, всё зависит от того, как человек живёт, вот в этой конкретной жизни, к чему он прикладывает усилия и какие у него приоритеты. Да, благодарю, Андрей. Можно, может быть, сказать, что тело — это больше не отражение сознания, а отражение кармы накопленной, да, и сознанием можно как-то на это влиять, если работать? Вообще по текстам тело или проблемы тела, или наоборот какие-то преимущества тела — это отражение речи человека. То есть в зависимости от того, как в прошлых жизнях он пользовался своим речевым аппаратом, насколько его корректно использовал, такое тело он и получает. Плюс, естественно, те поступки, которые он совершал. То есть более-менее адекватная жизнь приводит к тому, что человек в каждом новом рождении получает тело примерно определённых параметров. Отсюда и возникли науки, которые сейчас, скорее всего, не используют, так называемые физиогномикой и так далее. Ведь накоплена была определённая статистика, что определённые черты лица или тела подразумевают определённые качества Личности или характера человека. И когда накопилось большое количество статистики, они уже классифицировали это и продвигали. Да, эта наука, можно сказать, она какая-то расовая и так далее, но тексты есть о том, что так раньше было. То, что сейчас совсем иначе смотрят на эти вещи, ну, какое время, так и смотрят. Благодарю вас за такой интересный комментарий. Андрей, возвращаясь к вопросам о курсе, такой вопрос сейчас, извиняюсь. Я его помню, вопрос звучит примерно так. Следует ли становиться преподавателем йоги, если их и так уже много, и они между собой конкурируют? Не просто нужно становиться или следует ли. А я бы рекомендовал обязательно по двум причинам. Первое. Попробуйте, пожалуйста, привести мне хоть один вид деятельности, который имеет меньшие кармические последствия для жизни в этом мире, чем преподавание йоги. Перефразирую. Попробуйте найти какой-то вид деятельности, чем бы вы могли заниматься, чтобы не имело таких кармических последствий для ваших будущих жизней. Я не нашёл. И я вас уверяю, если вы рассмотрите именно с точки зрения кармы, как приходится выживать в этом мире, то вы поймёте, последствия обязательно будут. Второй момент. У каждого преподавателя своя аудитория — это 100%. Сколько раз были ситуации, когда ты передаёшь, казалось бы, слаженную группу другому преподавателю, уезжаешь на лето, например, своими делами заниматься, приезжаешь, от группы практически ничего не осталось, потому что люди приходят именно на конкретного преподавателя. Сама аудитория, она не столь важна. И как показывает опыт, действительно, если человек общается адекватно с аудиторией, то выстраиваются совсем другие связи, тонкие связи взаимоотношений, общие интересы появляются. Ведь наверняка вы согласитесь, что аудитория в зале для йоги, она особая. То есть люди, с одной стороны, заставляют себя терпеть на коврике. Давайте называть вещи своими именами. Первые годы все на коврике терпят. Не бывает такого, что пришли, как в гамаках, там растянулись, и всё классно, замечательно, поулыбались и разошлись. Нет, нагрузки будут такие, если развитие предполагается, что будут терпеть. И получается странная ситуация. Приходят люди в зал, расстилают коврики и терпят. Долго терпят. И с года в год некоторые асаны терпят. Да, конечно, почему они терпят? А потому что очень объективно получается, когда ты в какую-то асану помещаешь своё тело, терпишь некоторое время и затем выходишь. И вот когда ты вышел из асаны, начинается самое интересное. Реально открываются глаза, и ты совершенно по-новому смотришь на мир. У тебя вплоть до того, что цветовое ощущение меняется. Вот почему люди терпят. Потому что знают, какой выход. Или ситуация, когда человек выходит, или человек входит в зал заниматься, у него определённый груст тяжести, усталость, и выходит. Крылья выросли, он побежал. И это чувствуют, поэтому приходят. Это никак не связано с какими-то там благовониями, которые якобы там одруманивают сознание, извините. Это напрямую зависит от того, как человек чувствует себя после практики. Но почему я ещё рекомендую всем становиться преподавателем? Определённая корысть в этом есть, как казалось бы, ну странная. Корысть прямая. Если кто-то учится на наших преподавательских курсах, они нам платят там что-то, и якобы для нас это корыстная цель. На самом деле моя корысть совершенно в другом. Дело в том, что то, чем мы занимаемся на этой планете, мы даём людям определённую осознанность, то есть чтобы они сами отвечали за те поступки, которые они совершают, или хотя бы думали о том, что они делают. То есть жить осознанно. Вот мы стараемся мотивировать людей принимать решения на основе не каких-то сиюминутных эмоций, которые возникают, которые чаще всего имеют последствия, а глубоко проанализировать ту или иную ситуацию, уже принять решение. Так вот, если получается общество, которое думает головой, а не чувствами, то в этом обществе всем будет довольно комфортно жить. И вот в чём корысть? Дело в том, что есть такое понятие — кармические связи. Кармические связи подразумевают, что у каждого из нас есть люди, с которыми только у нас есть кармические связи. Допустим, Иван Иванов, который живёт где-нибудь там в Самаре, если он станет преподавателем, он сможет донести определённые философские ценности самоконтроля другим людям, тем, кто имеет только с ним кармическую связь. Вот, допустим, у нас не будет с ними кармической связи, даже не потому, что мы в разных городах живём. Сейчас интернет объединяет города и страны, не в этом дело. Но когда человек начинает преподавать, подтягиваются люди, с которыми он в своих прошлых жизнях контактировал. И если выстраивается взаимоотношение наставника и ученика, заметьте, я не говорю, слово «гуру» или «учитель». Преподаватели йоги — это не гуру и не учителя. Это наставники. Наставники в асанах. Но парадоксально получается, что когда человек начинает заниматься своим телом, то через некоторое время у него и успокаивается его работа сознания. То есть он более спокойный становится. И всем в мире станет лучше. Поэтому перефразирую, наверное, ответ. Все будут в плюсе, если будет больше преподавателей. Конкуренции в йоге не существует. То есть когда люди говорят о том, что вот конкуренция, там как не существует, вот эти такие, а эти такие. Ребята, накопите, когда вы накопите побольше опыта, вы поймёте, что среда людей, которые способны заниматься йогой, она довольно узкая. То есть такая узкая прослойка населения, которые, ещё раз повторюсь, могут позволить себе заниматься йогой. Вы даже не представляете, какие пласты социальных групп, которые никогда, к сожалению, не смогут в этой жизни не заниматься йогой. Кто-то обременён одними проблемами, у других другие. Поэтому вот слой тех, кто способен, он довольно маленький. И потом вы через некоторое время накопите такой опыт, что вот в этом прослойке, если мы возьмём там какую-нибудь девушку или парня, у них на разных этапах их собственной эволюции будут разные интересы. По опыту сначала человек, допустим, интересуется, там, не знаю, допустим, кундалини-йогой. Вот какой-то этап у него становления кундалини-йоги. Отлично. Учится работать с энергией. Но если преподаватель кундалини-йоги более-менее адекватен, тогда он обязательно будет рекомендовать и шаткармами заниматься, и книжки какие-нибудь более-менее адекватные, разумные читать, чтобы ты хотя бы понял философию, чем ты занимаешься. И получается, что человек на своём уровне узнает какие-то классные, хорошие вещи. Но, как показывает статистика, любое течение или то, чем ты увлекаешься, оно на определённый промежуток времени. Потом это пройдёт обязательно. И вот когда пройдёт, человеку нужно будет найти что-то другое. И он обязательно найдёт, допустим, аштангу. То есть аштангу, они там жгут на ковриках. Термин такой странный, конечно. Короче, сильные физические упражнения выполняют за короткий промежуток времени. Андрей, вот такой интересный вопрос у меня возник, пока я слышала ваш рассказ о кармических связях. Когда некоторые преподаватели, молодые, начинающие, которые только закончили курс, вдохновились этим, закончили курс и говорят, вот я закончил, где мои кармические связи? Приходите. То есть как бы вы посоветовали вот этот первый момент начала преподавания, когда мало людей, когда неизвестным преподавателям достаточно сложно группу набрать. он, как это сказать, это его демотивирует, вдохновление теряется. А есть ли вот какая-то карма, которую преподаватель должен пережить в начале своего преподавания, чтобы к нему начали приходить люди, чтобы начали интересоваться им? Что ему нужно делать для того, чтобы вот эти люди, с которыми есть кармические связи, о нём узнали и так далее? Ну, Саша, я бы расширил ваш вопрос, что нужно думать не просто о людях с кармической связью, а нужно до некоторой степени объективно смотреть на реальность. Когда вы становитесь преподавателем, всё зависит от вашего потенциала из прошлых жизней. И чаще всего, если у вас сильный потенциал есть, я постараюсь сейчас привести какой-то пример, конечно. Но представьте, перевоплощается какой-то практик, практик, великий практик из прошлого в эту реальность. Ему мало будет интересовать какие-то социальные заморочки, которые всем насаждаются. Он будет смотреть на сути, когда он узнает о йоге, он по этому пути пойдёт. Тем не менее, в начале будут трудности, они у всех происходят. Обычно примерно год испытаний он проявляется. И важно не бросать все свои социальные какие-то работы или чем вы зарабатывали деньги, а первый год пытаться совмещать свою основную работу плюс преподавание. То есть у вас первый год преподавание должно быть как хобби, чтобы вы финансово не проиграли, потому что могут быть определённые передряги. Это я рассматриваю ситуацию мужчин, ребят, которые зарабатывают сами себе. Мужчин. У девушек всё гораздо проще. У девушек могут помогать мужья или друзья, которые их поддерживают в той или иной форме. Они их, соответственно, финансово поддерживают, те накапливают в течение года определённый опыт, они учатся, как реально преподавать, то есть как преподавание, к чему приводят преподавание, например. И выбирают для своей социальной среды, в которой находятся, именно те методики, которые востребованы. Получается, что если человек вот этот год прожил, потом будет уже легче. Как найти этих кармически связанных учеников? Они сами к тебе придут, если твой уровень будет этому соответствовать. То есть если ты не будешь думать только о зарабатывании денег, а ты будешь всё-таки заниматься периодически собой и будешь относиться к своему преподаванию не как к какой-то форме заработка, а если ты будешь понимать, что ты делаешь важную миссию, вот именно с точки зрения миссии, то у тебя твои занятия будут наполнять определённой энергией. Вот с этой точки зрения можно поучиться у последователей кундалини-йоги, которые перед каждым занятием произносят определённые формулировки. Это нельзя сказать, что это моление, нет. Это обращение к своим учителям, парампоры, для того, чтобы почувствовать поток энергии, чтобы человек, преподаватель, не от себя что-то там городил, а он был в потоке. Это до некоторой степени важно. В других системах школы немножко всё проще. У аштангистов тоже есть такое, когда они перед началом занятия читают обращение к Патанджеле. Ну, то есть Патанджеле считают как основоположника, соответственно, аштанги, и вот к нему делают обращение. Для чего? Для того, чтобы собственные тараканы, которые у каждого в голове есть, немножко посидели под лавочкой, где они обычно сидят, соответственно. И ты занимался йогой без лишних тараканов. Если вот у тебя будет настрой правильный и адекватный, тогда к тебе и люди такие же адекватные придут. Я много раз замечал, что проблемные люди приходят к преподавателям, когда эти проблемы есть у самого преподавателя. И чаще всего год потерпите. Вот через год уже будет полегче. На преподавательских курсах я много этому уделяю внимания, особенно тому, как выдержать какие-то испытания, которые чаще всего проявляются. Ну, потому что, да, действительно печально, когда люди включают заднюю скорость тогда, когда там, ну, пришли какие-то трудности по карме. Они приходят ко всем. Я не встречал исключений. Благодарю, Андрей. То есть можно сказать, что после завершения преподавательского курса всё только начинается, да? По-взрослому. Именно так, Саша. Да, действительно. Какие бы вы курсы не закончили, где бы вы их не закончили, вот только тогда, когда вы начнёте преподавать, вы поймёте, что такое йога. Более того, я всегда говорю, если вы хотите разобраться в йоге, если вы не будете преподавать, вы никогда не разберётесь. Невозможно. Сколько бы вы книг не прочитали, сколько бы вы там семинаров не получили, посетили, сколько бы вы там в Индии гуру-дакши не получили от каких-то учителей. Это всё внешнее. Невозможно тянуть человека, если сам он не хочет прикладывать усилия. А вот когда человек начинает преподавать, возникает очень любопытный момент. Не все его, возможно, сейчас поймут или правильно поймут то, что я скажу. Но те преподаватели, которые уже накопили определённый опыт в преподавании, не поймут, что он сам себя чувствует в аудитории на коврике и вне коврика двумя разными персонами. Это вот часто чувствуется. То есть ты выходишь на коврик, и ты понимаешь, что это уже не тот Андрей или Александра, или там другие ребята, которые по всей инной жизни живут. Можно сказать, ты как бы одеваешь определённую маску, ну в хорошем смысле этого слова, и ты с этой маской уже начинаешь созидать другое. То есть ты понимаешь, что ты сейчас людям даёшь в зале определённые дискомфортные ощущения. Но потом будет очень хорошо, и они тебя ещё благодарить за это будут. Поэтому мне кажется, если каждый будет прикладывать на пути йоги усилия, то в мире будет намного более гармоничный. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!